200 пар лаптей уже завезли. Еще 450 привезут к началу июля. Это почти в три раза больше по сравнению с прошлым годом. На этот раз при заказе лаптей учли пожелания первых участников Суздальской версты. С учетом пожеланий прошлого года лапти у нас от самого маленького размера на ребенка и заканчивая нашим российским нормальным размером до 47-го включительно. Поэтому все желающие, кто пожелает, будут обеспечены достойной обувью. Обувь для первых соревнований по бегу в лаптях заказывали в Чувашии. После такой рекламы чувашские производители цену на свои изделия резко подняли. В том числе и для оптовых заказчиков соревнований из Суздаля. Такой себе бизнес по-русски. Так что для Суздальской версты 2008 лапти плетут уже по всей России. Выходит дешевле – около 500 рублей за пару. Это сумма плюс стоимость футболки участника. Стартовый взнос для всех желающих принять участие в соревнованиях. За моей спиной находится поле, на котором 26 июля соберутся все любители побегать в лаптях. Поле небольшое, поэтому бегать будут по кругу. Бар лапти открылся совсем недавно. По названию, даже не заходя внутрь помещения, можно догадаться о стиле оформления. На стенах напоминание о летнем забеге. Фотографии победителей, известных спортсменов, принявших участие в соревнованиях. Футболка с памятными подписями чемпионов мира. Здесь за чашечкой чая будущие участники смогут обсудить свою тактику забега в лаптях. После забега рассказывали, что шла первая, а спортсмен бежит сзади, и лапти идут тихо, и не слышно, как они идут. И буквально на последний метр ее обогнали. Но обидно было. То есть уже думают, какую тактику на следующих это применять, как это контролировать. Соревнования «Суздальская верста» в этом году могут получить статус международных, если мэр итальянского города Клёса примет участие в забеге в лаптях среди мэров городов. Или же пришлет итальянских футболистов сыграть с нашими ветеранами в необычный футбол. Может быть, на этот раз в истинно национальной обуви мы сможем показать класс в футболе. В любом случае, «Суздальская верста-2008» обещает быть еще более зрелищной. Мария Ремыга, Игорь Ганьков, ТВ-центр, Владимир.